здравствуйте дорогие слушатели сегодня мы начинаем цикл учета методов калькулирования и определение себестоимость единицы продукции первый метод традиционный чего мы начинаем это по заказу метод учета затраты и калькулирования себестоимость продукции план нашего занятия состоит из двух частей первое раскрыть особенности учета по заказного метода сфера его применения определить фактическое и нормативное калькулирование учет прямых затрат а также списание накладных расходов на отдельные заказы и второй вопрос это учет производственных накладных расходов учет выполненных заказов и реализованной продукции метод по заказной калькуляции он применяется широко и практически во всех отраслях где нет единого цикла такой как пиво вареная продукция из одного цеха в другой переходит там же никак не зациклись вот посмотрите на слайд даже вот такой автомобиль сегодня вы можете войти в интернет на такие компании как audi заказа выбрать модель машины салон двигатель сделать заявку оплатить счет и через определенное время вам приходит сообщение что ваша машина полностью уже выполнена в твой покраски комплектации приезжайте и забирайте машину вот это метод называется по заказной калькуляции когда вы сами заказываете определенный продукт производителю по заказная калькуляция это метод калькулирования себестоимости при которой целевой затрата или объектом учета является сам продукт работа или небольшая партия продукта при этом часто этот продукт называется заклад заказом отсюда и происходит название данного метода калькулирования по заказ при по заказной калькуляции себестоимости затрат легко отслежить отследить до конкретного заказа поэтому затраты связывают заказами они с другими целевыми затратами например операционными процессами и так далее можно выделить отдельно три сферы где применяется по заказная калькуляция первое это предприятие работающие по индивидуальным специальным заказом объектом учета затрат я объектом калькулирования является отдельно заказ в этом вот вы например заказали девушки молодые сына сидят красивые на свадьбу свадебное платье вы приходите заказываете для вас открывается отдельная карточка и где указываются все ваши параметры которые вы хотите вот это отдельный заказ второе производство товаров партиями вот если вы зайдете в бутик где есть модные одежда то там обычно делаются партии заказов например костюм шабара определенной серии там от 48 50 размер 52 дальше вот эта партия партию на учет для того чтобы заводу было легко выполнил одну партию серию вторую партию серию и третью это многие компании у которых есть брендовая одежда они именно партии заказывают хотите с нами работать заказывайте партиями и третье это предприятие работающие по контракту вот здесь объектом учета затрат и калькулирования единицы является каждый контракт например вы строите микрорайоне нужда дома там дом номер один второй дом третий дом и у каждого дома есть свое время когда начинается и когда вводится в эксплуатацию поэтому каждый дом это контракт отдельный который заключается или с акиматом или с банком жилстрой сбербанком который реализует ваши квартиры поэтому вот это называется учет калькулирования работающий по контракту по заказной калькуляции предусматривают следующие принципы учета и сбора затрат первый принцип все прямые затраты учитываются по каждому отдельному заказу по производственному наряду или по контракту второе все остальные затраты которые связаны с этим производством учитываются по местам возникновения и включается в себестоимость единицы калькуляции в соответствии с принятой базой распределения вот например у вас есть склад который отслуживает строительство в микрорайоне нурсад 5-6 домов вот этот склад расходы вы будете распределять на эти отдельные дома на каждый контракт отдельно по принятой ставке распределения вот посмотрите на схему это схема по заказного калькулирования себестоимости наказы заказ открывается вот заказ а б с открывается карточка прямые затраты то затраты материалы затраты на труб а все что мы не можем определить конкретно мы называем косвенные или накладные расходы которые по ставкам распределяется на каждый отдельный заказ и со счета незавершённое производство гружается на склад готовая продукция 1330 заказ а заказ б и заказ с и и после того когда клиент заказчик получает ваш продукт вот вы вы свадебное платье сшили сдали ее заказчица она приняла то в отчете о прибыли и убытке на счете продажи определяется себестоимость данного заказа накладные расходы мы с вами на прошлом занятии говорили распределяется поставки все производственные накладные расходы делятся на эту базу это труда часы обычно и в конце мы просто все на производственные накладные расходы которые в течение месяца произошли умножаем на ставку значение этой базы и относим на каждый заказ отдельно посмотрите на слайд вот эта связь между бухгалтерским балансом и отчетом о прибыли и убытках вот центр производства производит продукт это заказ все затраты на нее прямые переменные включаются проходит процесс производства готовой продукции определяется себестоимость заказа и готовый заказ вот например платье девушки вы модные заказали на склад уже на витрину выставляется готовая продукция если вы не успели забрать заказ свой вот это платье то на 31 декабря он числится как остаток готовую продукцию в бухгалтерском балансе посмотрите а если вы сделали момент реализации то есть забрали заказ свой акт приема передачи подписали примерили платье все вам понравилось оплатили то то компания делает то что вы заплатили это выручка этой компании а себестоимость заказа все расходы попадает вот минус себестоимость реализованной продукции после этого получается промежуточный результат который называется маржинальный доход или как мы в бухгалтерском отчете показываем валовая прибыль из валовой прибыли отнимаются уже расходы административные расходы по реализации продукции и после этого получается операционная прибыль предприятия или как мы говорим прибыль до налогообложения внимательно посмотрите связь между бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и убытках то есть когда готовая продукция вышла со склада но не отгрузили заказчику это в бухгалтерском балансе как только подписали акт приема передачи выполненного заказа все считается что это уже себестоимость проданных товаров на счетах бухгалтерского учета посмотрите открывается счет посередине контрольный счет незавершенного производства куда относятся у нас расходы по материалам расходы это заработная плата и все остальные общезаводские накладные расходы то есть дебет контрольный счет незавершенного производства по кредиту переносится счет готовой продукции в дебет счета готовой продукции а по кредиту в дебет себестоимость реализованной продукции вот это движение цифр на счетах бухгалтерского учета в главной книге бухгалтера на каждую на каждый заказ как мы с вами говорим платье хорошее вы заказали в свадебном салоне открывается калькуляционная карточка данного заказа в нем учитываются первые отдельно материалы приобретенные специально для осуществления вашего заказа они заполняются на основе акта приемки передачи или счетов фактуры поставщиков для данного заказа заработная плата производственных рабочих на основе карточки табельного учета времени затрачено на выполнение данного заказа и прямые затраты которые относятся к данному заказу уже на основе счетов фактуры и других при выполнении заказа в квалификационной карточке вводится общая сумма прямых затрат после чего на основании одного из принятых методов могут подсчитаны и понесенные накладные расходы каждый месяц производится затраты производственные затраты собираются по цехам затем суммируются по предприятию в целом для чего в бухгалтерии по каждому заказу открывается карточка которая является основным регистром по счету 8110 это основное производство и указывается номер вашего заказа в карточке группируются в разрезе установленных статей калькуляции до закрытия заказа все накопленные затраты являются незавершенным производством собестоимость завершенный завершенного заказа определяется нарастающим итогом со дня открытия до дня завершения закрытия данного заказа по окончании изготовления отдельного заказа закрываются карточки после чего подсчитываются итоги материала заработные платы по данному заказу и не имеют остатков только после выполнения заказа составляет отчетную калькуляцию чаще всего составляется отчетная калькуляция не совпадая с периодом составления бухгалтерской отчетности поэтому мы с вами сказали остатки незавершенного производства показывается в бухгалтерском балансе а выполненные изданные заказы мы показываем как себестоимость в отчете о прибылях и убытках посмотрите на слайд вот калькуляционная карточка себестоимости в бухгалтерском учете мы рассчитываем вот эта карточка когда вы приходите такую карточку составляет заказчик вот молодые девушки когда вы придете значит вы будете какого размера хотите какие материалы нужно будет потребить какого сорта материалы и в конце посчитают рабочую силу и общие накладные расходы в один из бухгалтерий сегодня это самое простое вот карточка будет выглядеть вот следующим образом посмотрите прямые материалы какие шрифт что используют какие нитки даже можно будет отнести на каждый заказ прямой труд по каким дням кто работал какую квалификацию сколько часов затратил на вас заказ для выполнения и уже производственные накладные расходы общие мы распределяем по ставкам распределения накладных расходов и в конце у вас получается себестоимость полного заказа в длиннике вот в один из бухгалтерии просто составить карточку нажимаете и выходит вот такая карточка суммы будут видны здесь хорошо последовательность учет операции выглядит следующим образом первое это документарь документирование прямых затрат следующее документирование учет и группировка по статьям затрат включенных в косвенные расходы накладные третий этап это группировка прямых затрат по заказам четвертое распределение косвенных расходов по заказам мы берем ставку просто пятое определение общей величины затрат по каждому заказу и в конце определение фактической себестоимости по выполненным заказам на счетах бухгалтерского учета будут вот эти основные шесть проводок посмотрите внимательно это списание материала на вспомогательное основное производство то есть счеток оплаты поставщиков так распределение далее идут у нас заработная плата начисленная заработная плата выданная заработная плата заводские накладные расходы определяются и уже когда готовая продукция принята на склад делается дебет готовой продукции кредит незавершенной производства закрывается вот эти основные шесть проводок шесть этапов благодарю вас за внимание до следующей встречи спасибо 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 Продолжение следует...